Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в новую серию жизни ютюбера, ну или попросту мы ее можем назвать Ханамеру в этой серии. У меня осталось ровно два дня до того момента, как я буду должен дать Меру свой ответ. Или я буду с ним сотрудничать, или я не буду с ним сотрудничать. Но как мы с вами уже все прекрасно поняли, я не намерен с ним сотрудничать, я не намерен с ним делиться 50% своей прибыли. И я не намерен вообще видеть в глаза даже этого человека, поэтому все мы знаем наш такой небольшой коварненький план. Если кто-то не знает, да Люсиндри, если кто-то не знает в чем он заключается, ему обязательно, точнее тебе обязательно нужно посмотреть предыдущую серию. Прямо сейчас надо мной подсказочка, тыкай ядрик колотить, тыкай, потому что Мер, жопа, жопа коволюся, правильно, жопа орангутанга. Или мы его свергнем с места мэра, и я не знаю кто будет следующим мэром этого города, но я не хочу, чтобы такая жопа орангутанная у нас правила этим городом. Но перед тем, как мы пойдем, я решил попрощаться со своей мамой, я не знаю просто, что произойдет. Вы все прекрасно знаете то, что шансы на успех только 50%. Или я свергну этого мэра, или сяду в тюрьму, ну или даже вообще не выживу. Поэтому, мам, привет, пожалуйста, ничего не говори, ничего не говори. Мам, пап, если вы это смотрите. Вы знаете то, что я никогда вам не мог сказать в глаза то, что люблю вас, или просто реально сказать то, что вы мне даже, ну банально дороги. Вы знаете то, что я иногда бываю, иногда, всегда в этой жизни я бываю черствым куском какого-то хлеба бородинского. Я не могу нормально выразить свои эмоции. Я не знаю, что со мной произойдет. Пожалуйста, не ищите даже меня, потому что если вы начнете меня искать, чем хорошим это не закончится. Вы даже не имеете представления, с кем я имею дело. Если я вернусь, то вы не увидите это видео. Если нет, ну значит ли я в чуряге гнию до конца дней, или я просто не вернулся из магазина с хлебом и больше никогда не вернулся. Простите меня, пожалуйста. Я не знаю за что, просто за то, что ваш сын вырос вот таким хулиганом, который устраивает разборки с мэром, записывает ролики каждый день, кричит на всю квартиру. Нашу любимую собаку, Люсю, жопа сранца и обзывает. Надеюсь, вы на меня не дуритесь. Люся, ты... Ты хоть и вредная, жопа, честно. Ты очень вредная. Вот к тебе подойдет... Вот, 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 что я имею в виду. К тебе подойдешь, хочешь тебя погладить, ты сразу начинаешь орать. Хоть ты из люка вредная. Хоть ты иногда и пердишь так, что... Я вам честно говорю, моя собака, она иногда так может фыцнуть. Ты только услышишь такой звук. Зато так завоняет, как будто новый ядерный реактор в Чернобыле взорвался. Ты, мелкая такая собака, пердишь хуже бегемота. Но я тебя и так люблю. Хоть ты не моя собака, а собака моих родителей, но... Я тебя люблю. Жопа ты моя вонючая. Если вернусь, куплю тебе годовой мешок косточек наперед. Но это только если вернусь. Ну ладно. Значит, в путь. Я тоже просто так не сидел, я пиписяки не пинал. Я уже успел договориться с контрабандистами. Они пойдут ко мне навстречу. Они мне любезно предложили 10 штук Тин-Ти, чтобы я взорвал эту чертову статую мэра. Но, конечно же, не просто так. Они сказали, или ты платишь нам стак золотых монет. Жопы тоже такие продажные. Или делаешь нам небольшую услугу. Естественно, стака золотых монет у меня сейчас нет, потому что я уже три стака им должен за тот ящик, который они мне дали в ресторане. Еще один стак золотых монет я просрал на вот эту пушку Михалыча. Вот это, как она называется? Канатка, которая вот притягивает. Я бомж, ролики я пока что не могу выпускать, хоть у меня там в запасе три ролика. Их реально нужно уже будет выпускать. Мне нужно пробраться к этой статуе и украсть этот золотой ремень у статуи. Вы прикиньте, насколько мэр зажрался, то что он своей статуей сделал полностью золотой ремень. И мне нужно будет его староторить, отдать контрабандистам, и за это они мне дадут 10 Тин-Ти. Но перед этим, подождите, мне же все вот это нужно толкнуть, чтобы инвентарь немножко очистить. Раз, два, три, четыре, пять золотых монет. Плюс 15 золотых монет, это 20 золотых монет. Плюс 2 и плюс 2. 24 золотые монеты прямо сейчас у меня в кармане. Все, короче, по центре мы с вами договорились. Я сейчас пойду, не знаю каким чудом я смогу староторить у него этот ремень. Потому что, если вы не заметили, вот снайпер один на крыше, и там еще вроде второй снайпер на крыше. И они прямо целятся в эту статую, походу они ее охраняют. Поэтому, по центре, я, конечно, сейчас что-то придумаю. Спускаемся просто как спудермен, спудермен. Я сейчас что-то придумаю, но они охраняют эту статую, поэтому мне 100% нужно как-то сзади к ней подойти. Так, давайте сначала заберемся вот сюда. Опа! Мне нужно сзади к ней подбраться, и, наверное, через задний проход прокопаться к ремню, забрать ремень и вылезти также через задний проход. Это странно будет выглядеть и странно прозвучало, но просто так переднему проходу я тоже не могу подкрасаться, потому что меня просто нашпигуют этими пулями снайперюги. А вот, допустим, если я заберусь вот сюда. Так, сначала, 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 сначала нужно скрапить ножницы. Ага, вот выставить сюда. Да, и я... Сухо, ты теперь. Так, там еще и охранники, ёп... Они охранники, еще одного охранника наняли для того, чтобы... Ладно. Он меня... Он меня не заметит. Нет, ну, по крайней мере, я на... На это... На диск как... Да как сюда забр... Опа! Ага, сейчас вот сюда. И вот здесь помаленечку ножницами мы... Мы прокоп... Ёханый ты, бабай, как сложно, как неудобно. Забираемся сюда. Ножницами здесь мы прокопаемся. Опа! Охранник Стёпа! Стёпа, привет! А-а-а, а чё ты тут, а... Ты что-то... Охранник Стёпа, да, да, всё нормально, всё нормально. Продолжай, продолжай свою работу. Счастье, здесь старатуры у него ремень. Слезай. Охранник Стёпа, ты с ума... Убери пушку. Дебил, ты чё, меня не узнаешь? Это я! Эдисо! Да не буду я с... Стёпа! Ты чё, меня не узнаешь? Ладно, ладно. Ха. Стёпа, здорово, это я. Ты чё делаешь? Мне ремень нужно старатурить, чтобы поменять с контрабандистами на взрывчатку. Ты что творишь? Статую взрываю мэра! А ты чё, его защищаешь, что ли? Я на работе. Тебя чё, мэр нанял, чтоб ты охранял статую? Ах, ты ж козявка продажная. Я думал, мы с тобой друзья. У нас столько было общего. Ты мне вояру дарил, которую я не пил. Я тебе потом её обратно возвращал. Я тебя закодировал вообще-то! Уходи отсюда живо. Я не буду никуда уходить. Охранник Стёпа, у меня ещё много дел. Мне нужно ремень старатурить. Ты при... Стёпа. Ушёл. Ладно. Значит, просто... Пока, пока, Стёпа! Значит, просто так мы с ним не договоримся. Ага. Всё, 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 всё! Я ухожу! Пока, пока, пока! Чмырь усатый! Ты реально думаешь, что я так просто уйду? Ну да, ну да. Есть тесто! Сейчас вторая попытка. Я ему уже там проход немножко вырыл. Стёпа! Ой, 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 ой! Ага. Ага. Я знаю, я всё прекрасно знаю, потому что это выглядит немножко, немножко вообще странно. Я... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот здесь ничего не нужно. Стёпа, отстань! Стёпа, мы с тобой вроде были друзья... Что? Ща... Ща-ща-ща-ща, подожди, Стёпа, ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Уже почти, уже... Стёпа. Стёпа, дай я заберу ремень. Мы с... Анжелика? Что... Что он... Анжелика... Он мне пушка угрожает. Прикинь, я здесь... Я ничего не делал. Ну, свой ремень. Только таратыпзил у мэра нашего статую. Да, конечно, я статую ломаю. А ты чё её защищаешь, Стёпа? То есть, наша друж... То есть, наша дружба для тебя ничего не значит. Амер тебе заплатит там какие-то 10 рублей, и ты сразу его лучшего друга хочешь убить. Что вы сделали? Зачем? Вот именно, Анжелика, говори ему! Мы с тобой на свидание тогда не сможем пойти, если он меня не убьёт. Скажи ему, пожалуйста. Я его посажу. Не надо меня садить. Скажи ему, скажи ему, что я мирный. Скажи, не надо меня убивать, Стёпа. Он должен пойти со мной на свидание. Вот, вот видите, я должен сначала пойти с ней на свидание. У нас здесь свидание, видите, как здесь красиво. Здесь у нас статуи, здесь у нас поляна, там у нас цветочки. Вот вы, короче, разбирайтесь сначала тюрьма, или сначала свидание. Вот вы разбирайтесь, что у нас будет... Ёханый ты бабай. Вы разбирайтесь, что у вас будет... Да подожди! Анжелика, солнце в моих глазах, лучик ты мой очезарный. Это вам, Анжелика. Анжелика, это вам. Забирайте. А для тебя, Стёпа, я кое-что другое припас. Подожди, пожалуйста, я сейчас вернусь. Анжелика, Анжелика, никуда его не отпускайте! И за мной не идите. Свидание не нужно. Какое свидание? Свидание не нужно. Не, ну подождите, у меня как бы другого выбора тоже нет. Или я пойду с ней на свидание, или... Хе-хе-хе-хе. Или всё будет очень плохо. Охранник Стёпа, конечно, жид продажный. И мэр ему заплатил там, ну реально, где-то 20 рублей за то, чтобы он охранял эту статую. Ну ничего, ничего, ничего. Я знаю слабые места охранника Стёпы. Я его уже давно знаю. Поэтому у меня есть беспроигрышный вариант. А этот беспроигрышный вариант всегда хранится у меня... Хе-хе-хе. ...в холодильнике. И поэтому охранник Стёпа даже самое огромное предательство сможет простить за вот эту... Эээ... Сантастическую... Мистическую... Чекушку, которую я прям сейчас несу. А по поводу Анжелики, но... Я знаю то, что мелкий был против. И Кате я как бы тоже ничего не сказал. И надеюсь, что ты тоже не сказал. Я тебя просил в предыдущей серии, чтобы ты, Катя, ни слова не говорила. Я знаю то, что мне нужно пойти на свидание. Я знаю то, что это, ну, считается как... Ну, не то, что измена. Это просто в корыстных целях. Охранник Стёпа! Степан! Не забирайте у меня будущего моего отца сына. Сына. Я не буду будущим отцом вашего сына. Вы не сказали то, что мы... Да нет, не машите головой. Я не буду отцом. Мы просто пойдём на свиданку 10-15 минут. Погуляем по парку и всё. Ой, вот, да. Охранник Стёпа. Степан, это вам. Мы с вами давно знакомы, Стёпа. То есть вы... Да подождите вы уже со своим свиданием ядрить, колотить. Вы не видите, человек меня в тюрьму хочет посадить. Подождите, у меня деловое предложение. Охранник Стёпа. Примите этот подарок. И цветы от моей будущей жены. Я буду хорошим отцом для его сына. Её сына. Запудрили мне голову. Примите, пожалуйста, любезно этот подарок. И отстаньте от меня, чтобы я забрал 60 градусов. Охранник всё по 69 градусов. Крепче, чем любой самогон. Стёпа, 10 граммов. Брррр! В голову как шандарахнет. НЛО увидишь, честно. Ядрёный водяр. А лучше любой самогонки. Честно. Лучше дедушкиной настойки. Можешь лестницу принести? Да я всё сам, Стёпа. Спасибо большое. Помощь не нужна. Забирай водяру. Вот напиток свой волшебный. И уходи лучше в банк охранять, а? Давай в банк, Стёпа. Ты был хорошим охранником. Всегда спал, добухал. Не надоедал клиентам. Потому что спал реально 24 на 7 бухой. Вот, Стёпа, давай. Анжелика. Да подождите, ещё не ура. Мы с вами ещё ни на какое свидание не идём. У меня здесь важное задание. Просто миссия невыполнима. Я работаю под прикрытием. Секретный шпион. Уходите, пожалуйста, в телецентр. Здесь опасная территория. Уходите. Я скоро к вам приду. Жалко мне её сына, на самом деле. Она же такая пристающая. Честное слово. Не отвянет просто. Да я скоро приду. Хватит меня здесь по... Миссия ещё не закончена. Опа. Да. Ага. 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 Так, сейчас, 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 сейчас. Апа. Апа. Так. 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 Всё. Да. Всё, 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 всё. Какая хорошая у нас статуя. А вот... Ой, только ремень. Ага. Валим отсюда как можно скорее. Валим отсюда как можно скорее. Ага. В общем. Опа. 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 Вряд ли я так смогу забраться. Лучше пойти обычно по старинке, по лестнице. Пацаны. Ваш ремень гучи-шмучи готов. Так. Это я сюда поставлю два блока. Золотых блока. И где... Где вы мне сказали, чтобы я забрал? А вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пацаны. Спасибо, спасибо большое. Только у меня там есть ещё одно неоткладное дело, которое я должен сделать прямо сейчас. Охранника Стёпы уже здесь нет, поэтому будет всё намного проще. Так, потихонечку, потихонечку. Да, потихонечку. Да, сухарь. Опа. Ага. Ага. Забираемся. Да остановись ты, да хватит. Я что на карусели какой-то катаюсь. Один. Два. Так и копчик сломать можно. Опа. Сейчас ещё раз туда заберёмся. Да. Ёхань ты, бабай. Ага. Сюда внутрь помаленечку. Опа. Главное попасть. Сейчас тинти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Ага. Ага. Всё, 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 всё. Так, сейчас, сейчас. Сейчас туда. Быстренько забираемся. Опа. Вот туда. Наверх. Всё. Осталось ждать. Мой план набирает обороты. Сейчас мне нужно сходить на свиданку с этой мадмуазелью. Катя, если ты это смотришь, я не намерен никому изменять. Мне нужно просто... Ребят, пожалуйста, ну не палите меня перед Катей. Уже кто-то. У нас, короче, какой-то предатель есть, который смотрит мои ролики. Я попросил предыдущей серии. Ребят, пожалуйста, не палите меня перед Катей. А кто-то побежал и написал Кате в инстаграм, что я собираюсь на какое-то свидание. И потом мне нужно было полчаса оправдываться перед Катей. И то, что ни на какое свидание я не собираюсь. Не поймите меня, пожалуйста. Упрошу её запустить компромат в прямой эфир ровно в 12 часов дня или вечера, я не знаю. И когда весь город узнает, кем является мэр на самом деле, я подожгу этот Тинти, и вся его голова просто разлетится на кусочки. Только как мне поджечь этот Тинти? Я не могу туда забраться на его голову и поджечь его прямо там. Потому что, ну, взрыв заденет и меня, и я умру, и некому будет спасать этот город. Мне нужно это сделать как-то с расстояния. Возможно, снайперка сможет поджечь этот Тинти, если я выстрелю в него. Но сейчас лучше я не буду этого делать. У нас остался ровно один день. В следующей серии, ребята, настанет тот самый момент, который решит судьбу всего города ютуберов. Мою семью, семью моих родителей. Итого, увидит ли моя мама тот ролик, который я ей записал или нет. Ставь лайк, подписывайся обязательно на канал и нажимай на колокольцы, если хочешь видеть продолжение как можно скорее. Я обещаю то, что выпущу новую серию жизни ютубера, если мы прямо сейчас давай 15 тысяч лайков наберем, в ту же секунду выйдет новая серия. И мы сравняем счеты с этим мэром. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем па-па. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok